Доклад Дышко Борис будет представлять систему «Русский шнуркель». Это связано с развитием внешнего дыхания в спорте. Дышко Борис – это связано с развитием внешнего дыхания. Подготовки физическая, техническая, тактическая, теоретическая и волевая. И мы постоянно должны об этом помнить. Иногда, если одной из этих сторон мы выкидываем, то у нас сразу получается тренировочный процесс однобойким. Хотя, может быть, и результаты может показать. Но мы же говорим о перспективном развитии спортсмена. Поэтому всегда должны как бы учитывать подобные вещи. И понятно, что, например, когда мы, когда тренер, вернее, после сбора отчитывается, ну и пишет нам план, который он сделал на этом сборе и выполнен, нами было увидено, например, что некоторые тренеры до сих пор не понимают соотношения общей физической подготовки и специальной физической. К примеру, сбор, который перед отбором на чемпионат России, да, а в плане написано, там, по 8 часов общей физической подготовки, а специальной – 2 часа. Вот это, конечно, непонятно. Или он просто торопился написал, да, или он, на самом деле, не понимает, чем отличается общей физической и специальной. И где их, какие вклады в период их подготовки. Общефизически она проводится подготовка как на суше, так и в воде. На суше применяется с основными средствами для развития силы, выносливости, быстроты, гибкости, ловкости. То есть вы сами понимаете, когда у вас январь месяц начинается, вы делаете одну тренировку, лыжную всегда, правильно? Некоторые спортсмены зарубежные, они, вот, например, в период восстановления используют очень сильно активный отдых. Это может быть и педалирование на велосипеде, это может быть и доска-серфинг, да. Мы вот, Сергей Валентинович, не даст соврать, зимой, например, наши спортсмены великолепно катаются на горных лыжах. Мы даже сами удивились. Представляете, я вам скажу, и Женя Каратышкин великолепно на доске, Пригода, Кирилл, он просто гоняет в сало, этот, ну, много, ряд спортсменов, очень активно и очень здорово используют такие вещи. И главный тренер. Например, еще вдобавок. И все за ним мы и едем. Вот он первый, а мы за ним на горных лыжах. Ну, это вот мы увидели, когда сборы стали постоянно в цехкоотзоре, то в данном случае база там, скажем так, само среда, где мы находимся, предполагает вот эту горную подготовку зимой, как использовать катание на лыжах, конечно. И в данном случае, ну, не видели мы, они контролируют ситуацию, да, опасный травматизм, ну, в принципе, конечно, кто не умеет и, да, и покатиться, понятно. А кто долго постоянно занимался этим, конечно, для него это очень хорошее дополнение к тренировке. Специальная физическая подготовка, она направлена на развитие и совершенствование специальных физических качеств пловца и решает следующие задачи. Развитие силы и специальной выносливости мышц, несущих нагрузку при избранном способе плавания. Развитие специфических качеств, быстроты, гибкости, ловкости, необходимых для плавания избранным способом и выполнение стартов и поворот. Она также предполагается проведение ее как на суше, так и в воде. Поэтому мы четко должны разделять элементы общей физической подготовки, элементы специально-физические. И когда вы, естественно, проходите базовый период, уже в середине базового периода в сторону элементов общей физической подготовки идет в сторону уменьшения. А больше начинает расти вклад упражнений специально-физической подготовки. Тогда мы оптимально будем иметь вариант переноса силовых качеств с суши на воду. Был пример, когда, скажем так, неграмотный был подход тренера в 2009 году, когда тренер взял и за две недели до чемпионата России сделал блок максимальной силы на суши в зале. И человек приходит ко мне тестироваться и на суше тянет силу тяги, которую мы меряем, да, он тянет 65 килограмм. Он говорит, о, видите, как у меня выросло. Я говорю, тогда в воде-то мне должен 33 натянуть, а 33 я такого в жизни не видел, силу тяги в воде. 28-29 видел, понимаете, и получился коэффициент переноса силовых возможностей 30 всего процентов. Хотя у нас есть норма 45-55. И за 10 дней, я говорю, вы ничего не успеете, конечно, сделать. И он не отобрался, да. На мер было обидно. Ну вот, это один из примеров. Следующая сторона у нас подготовленности спортсменов – формирование техники плавания. Естественно, мы с вами понимаем, вся структура педагогики – это обучение, совершенствование. Такие два процесса. Формирование, ну, раньше было двигательный навык высшего порядка, так называемый. Это если мы из теории методики возьмем. Что совершенствование подразумевает техники, подразумевает под собой формирование темпоритмовой структуры и наполнение этой темпоритмовой структуры силовым содержанием. Нельзя развивать физическое качество как силу при неправильной технике плавания. Это еще только больше будет усугублять. Вначале сделайте, все решите вопросы с темпоритмовой структуры, с техникой движения, вы увидите вот это плавание, конечно, на количество грибков, вы увидите, да? И тогда потихоньку вы вкрапляете, наполняете это движение силовым содержанием. Это будет логично, по крайней мере. Александр Владимирович, я бы вместо знака в теле поставил в порядок. Первое формирование, а второе наполнение. А, ну понятно, нельзя их менять. Не делайте наоборот. Большинство аргументирует так. Нет силы, поэтому он не может быть правильным. Это принципиально неверно. Неверно, да. Развитие специальной силы пловца. На суше для развития специальной силы пловца, естественно, мы с вами знаем, применяются упражнения с отягощениями, с резиновыми амортизаторами и на блочных тренажерах с грузами. При выполнении упражнений траектория движения конечностей, распределение усилий во времени и темп должны быть приближены по возможности сходным к движению пловца. Когда вот у нас Светлана Карпеева работала, вот она показывала нам, как, ну, за рубежом тренируется. Они пытаются делать силовые упражнения во время плавания, вылази на борт, на борту делают какую-то серию физических силовых упражнений и сплывут свободно. Конечно, и у нас эта идея. Единственное, мы же не можем силовые тренажеры поставить возле воды, да, мы вынуждены. А в идеале, конечно, было бы, если вы делаете, прорабатываете, ну, сейчас вот я подойду к этому, последовательность работы мышц, ну, там, в случае на кроли груди, да, в такой же последовательности, как они включают и специальную физическую подготовку, так же надо проводить. Начинает дельтовидная мышца работать. Мы ее вначале прорабатываем и хорошо бы взять в координации проплыть. Следующую трехглавую проработали и проплыть. Следующая грудная мышца, большая грудная, проработали, опять проплыли в координации. Ну, и так далее. Широчайшие мышцы спины и заканчивать пронос, основной вклад опять дельтовидный. И заканчивать надо опять дельтовидные мышцы. Тогда получается какая-то логистика. Вот. Мы, конечно, это заменяем. Не в воде, но берем или французский тренажер, да, или вас-аэргометр, который они, после отработав серию упражнений на одну из мышц, ложатся на вас-аэргометр, выполняют координации движений в зале. Ну, так вот вынуждены. Очень хорошо эти упражнения сочетаются с прыжковой подготовкой. Когда вы делаете специальную физическую, именно направленную на мышцы, которые участвуют в процессе плавания, очень хорошо сочетается в выполнении прыжковой подготовки. Ну, там прыжки на левой ноге, на правой с продвижением вперед. Объем, естественно, вы выбираете. Мы начинали с 60 прыжков и доводили до 120. Ну, это понятно, время надо, потому что сразу дать 120 прыжков, ну, да, что это, сломать, если он ни разу никогда не прыгал. Вот. Это прыжки на двух ногах, прыжки с глубокого седа, продвижение лягушка, да, вперед. И высота, по рекомендации, чтобы у вас было скорость силовым, это упражнение прыжковое, не должна превышать 30 сантиметров. То есть, если вы ставите набивной мяч, да, то ни в коем случае нельзя заставлять спортсмена перепрыгивать вот такие столы. Это ни к чему не приводит. Ну, к примеру, это вот выбрато из книги, да, анатомии плавания. Мы, как бы, для напоминания, какие мышцы участвуют в плавании кроль на груди. Поворот лопатки вверх придает вытянутые положения в воде, где кисть начинает первую фазу, захват. Даже если вот Виктор Борисович был бы здесь, он напомнил, вот Панкратов, когда разворачивал лопатки, то нижний угол, нижняя часть лопатки у него поворачивалась до 12-14 сантиметров. Ну, как он говорил, то есть разворот лопатки происходил вот таким образом. Конечно, кто умеет так разворачивать эту мышцу развито, у такого спортсмена опора, он сразу ловит опору в воде. Большая грудная и широчайшие мышцы спины создают значительную долю усилий во второй стадии грибка. Мышцы предплечья удерживают кисть на протяжении всего грибка. Битепс и мышцы плеча начинают работать в начале захвата, сгибая руку в локтевом суставе до 30 градусов. Трицепс разгибает руку в локте, и рука поднимается к поверхности воды. Фаза проноса, ну, я вам говорил, дальтовидная и вращающая манжеты плеча. То есть надостные, подостные, малые круглые и подлопаточные мышцы. Стабилизирующие функции лопатки, вот о чем я говорил, это точка опора для грибка. Малая грудная, ромбовидная, поднимающая лопатку, средние и нижние пучки, трапециевидные, передние зубчатые мышцы. Вот как раз я вам говорю, вот это то, что разворачивает лопатку. Постоянно вот я наблюдал, когда Александр Попов еще занимался, плавал, да, у него всегда были упражнения. Прежде чем прыгнуть в воду, он вытягивал руки, вставал возле спиной к стенке, ну, и пытался всеми частями тела, как бы, коснуться стены. Вот это вытянутое положение, он, как я вам всегда говорил, я, говорит, постоянно это всегда делаю. Ну, там, я не знаю, в пределах минуты, там, но несколько раз вот он обязательно такие вещи делал. Мышцы стабилизирующие туловище. Вот как раз мышцы, которые участвуют в координации плавания при соединении работы рук и ног. Мы знаем с вами, руки сильные, ноги сильные, да, а в координации спортсмен не может проявить физические качества в виде усилия, в виде силы. Это мышцы живота, мышцы выпрямляющие позвоночник. И служит связующим звеном между движением ног и рук. Координирует поворот тела вокруг продольной оси. Работа ног. Естественно, разбирается фаза рабочая и подготовительная. Рабочее движение, направленное вниз, начинается от бедра за счет сокращения подвздошно-поясничной и прямой мышцы бедра. Четырехглавая мышца бедра участвует в разгибании ноги в коленном суставе. Подготовительное движение направлено вверх, также от бедра за счет ягодичных мышц, большая и средняя. Далее включается задняя группа мышц бедра двуглавая, полусухожильная и полуперепончатая. В обеих фазах присутствует подошвенное сгибание, икроножные и комбаловидные мышцы. И вот есть такая таблица, где требования к силовому тренировку в зависимости от возраста. Также взяты из этой книги «Анатомия плавания», которая переведена. Где мы с вами видим, что 7 и менее лет ознакомление с базовыми упражнениями, где нет ни резинк, ни отягощений. Но ознакомление базовых упражнений – это правильные исходные положения. Для будущего, например, если потом, чтобы делать рывок в штанге, да, когда во взрослом. Но уже можно начинать это имитировать и учить детей правильно держать спину, правильно размещение общего центра массы тела, чтобы не было опрокидывания, когда потом грузы. 8-10 лет постепенно идет увеличение количества упражнений. Опять не используется силовой. Я имею в виду нагрузки в виде грузов каких-то. 11-13 лет. Обучение детей базовым способом выполнения упражнения. И уже начинается увеличение веса отягощений. Ну и, естественно, продолжайте обращать внимание на технику выполнения. Потому что, конечно, когда взрослые спортсмены переходят в основной состав, и когда вот у нас Сергей Минеев, массажист, да, и Виталий Гуру, они специалисты силовой подготовки, ну, потому что сами этим занимаются. Конечно, они видят, говорят, сколько ошибок у спортсменов при выполнении силовых упражнений. И это одна из такой. Если не умеет спортсмен, лучше не делайте. Из-за того, что он груз. Я вам хочу сказать, многие спортсмены приходят, к примеру, выполнять прыжковые упражнения и почему-то босиком или в сланцах. И при этом пытаются запрыгнуть на разновысокие ступеньки. Я подхожу к тренеру и говорю, вот зачем ты, для чего делаешь? Причем стараются запрыгнуть на максимальную высокую и не могут разогнуть ноги. Зачем туда запрыгнуть? Знаете, какая высота вы можете определять оптимально? Если после напрыгивания он может быстро разогнуть ноги. Вот это оптимальная высота для тренировок. Ну, я имею в виду именно прыжки. А если он запрыгивает и не может разогнуть... Вот Николай Скворцов, у него была очень хорошая прыжкова, мне нравилась. Он когда запрыгивал на какую-то высоту и после этого выпрыгивал вверх и приземлялся на мат. Очень хорошее упражнение. Скорее всего, это Алексей Юрьевич заслуга. Тренер его. Вот. Очень хорошее. И он много юношам сам показывал. Вот, конечно, это работа и хорошая, и правильная. И есть и прыжок вверх, и прыжок в глубину. Замечательно. 14-15 лет переходит к сложным тренировочным программам для с отягощениями. Ну, и 16 более лет уже после получения основных знаний, освоения базового уровня подготовки, уже переходит к взрослым тренировкам, связанным с отягощениями. Ну, вот вам пример, который, да, нам удалось, вот, как бы, это еще Андрей Воронцов был главным тренером, и он такой поставил задачу, да, и мы нашли разработчиков, и сделали вот такой. Чем он отличается от европейских, у них тоже такие есть. Как раз задача была Андрея Воронцова, он поставил, чтобы можно было плыть до 25 метров. Потому что все остальные были на 10-15 метров, ну, больше не вытягивались. Вот. И тогда, да, нам удалось сделать такие, которые можно плыть до 25 метров. Понятно, мы с вами видим, это рама с подвижными роликами, она перемещается, экран защитный передний, для чего они нужны, потому что там много веревки, и веревка, когда намокает, ну, она очень брызгает, и чтобы, понятно, на борту кто стоит, ну, не получил брызг воды. Колеса с тормозом, естественно, позволяет ее фиксировать в любом положении. Вы нажимаете, закрепляете колеса, чтобы не вращались, и он стоит устойчиво, не перемещаясь. И, естественно, грузы по 2,5 килограмма они. Но вы должны помнить, то, что висит там, это на выходе, на упловца, совсем другой вес. Иногда, ну, кладут там 5 килограмм и думают, на выходе нет. Потому что здесь система передаточных чисел, ролики, где трос тащит, да, и на выходе, естественно, получается, мы замеряли, у нас 4,5 килограмма груза прямого, на выходе дает 1 килограмм. И так вот надо всегда рассчитывать при использовании таких вещей. Можно короткий комментарий, но это не российское открытие? Нет, это не открытие. В австралийском униституте спорта стоит 16 таких тренажеров на 10 дорожек. На каждом тренажере... Таблицы, да, таблички, да. Которая гласит, что скорость плавания на этом тренажере с дополнительной тягой назад не должна снижать вашу скорость свободного плавания более чем на 10-15%. Я иногда наблюдаю, что навесит столько... Да, 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 есть такие. Который плывет в четвертах с толчка за 11 секунд, на этом тренажере выполняет с результатом 20 секунд. Это абсолютно бессмысленная работа. Если вы плывете за 11 секунд, урегулируйте вес таким образом, чтобы на тренажере плыли 12,5-13 секунд, этого вполне достаточно. Да, это совершенно верно. И поэтому... Но знаете, в чем была разница? Один тренер, понимая работу на нем, делает вот так же получается. Ну, к примеру, плывет 14 раз там, а ему нужно 15 с чем-то плыть. Он плывет. Второй, такой же одинаковый спортсмен, но другого тренера. Он говорит, а можно я тоже попробую? Конечно. И этот спортсмен плывет. Они одинаково в стиле, оба дельфинисты, да, одинаково морфологически, все, рост, вес. Этот плывет по 15 секунд, а второй плывет по 17. И говорит, а вес одинаковый у них висит. И он говорит, да невозможно это проплыть. Он говорит, знаешь что, если бы я не видел, что тот вот проплыл по 15, я бы, может, тоже сказал невозможно. А когда я стал спрашивать спортсмена, а ты мне скажи, как ты вообще начинаешь? У них оказывается понятие. Он говорит, да я вот отталкиваюсь, и постепенно хочу его разогнать. Я говорю, да ты что? Скорость силовой работы – это взрыв и держать. А как ты постепенно? Железо постепенно не разгонишь. Оно всегда тебя победит. Это же, ну, оттягощение же. Ну, вот, и он только вот это понял, что надо сразу работать и максимально. Сразу эти 15 секунд получились. Он говорит, да, вот иногда спортсмены не понимают, не имеют различий, что такое упражнение скорости силового характера в воде, да? И что такое упражнение в разгон? Ну, то есть, это также надо объяснять. Ну, понятно, это вот мы обсуждали, это первый вариант, тоже тренировочное средство для силовой подготовки, когда мы, естественно, это Евгений Лагунов, когда мы накачивали очень большое воздух количество, для того, чтобы делать упражнения на спине двумя руками, да, на груди, на боку, и тем самым делали определенные силовые упражнения во время плавания в воде. Следующее. Развитие специальной силы пловца на суше. Для развития специальной силы пловца применяются упражнения с отягощениями, с резинными амортизаторами, также блочные аппараты с грузами. При выполнении упражнений траектория, ну, это уже вот я говорил, да, схожая должна быть по структуре и темпу пловца. Когда нам удалось найти электромиограмму, эта электромиограмма записана Петровым Евгением, который был деканом факультета физической культуры в Хабаровске, вот, в его диссертации я нашел такую электромиограмму. Это в условии гидроканала на скорости 2 метра в секунду удалось сделать несколько таких снимков. И когда мы увидели, то есть посмотрели, да, вот мы видим, вот это дельтовидная мышца срабатывала. Дальше подхватывает трехглавые мышцы. Большая грудная. Александр Валерьевич, видно только вам. Там на графике показывают. А, понятно, да. Я думал, мышка там работает, она не работает. Ну, то есть мы видим с вами, смотрите, срабатывает. Вот эта часть, это грибок. Это пронос. И мы видим, что здесь начинает дельтовидная, сработала. Потом подхватывает большая, так, это трехглавая плеча. Потом большая грудная. Потом широчайшие спины. И дельтовидная заканчивает. И в данном случае, вот у этого спортсмена, можно сразу сказать, ошибка, как в чем. Посмотрите, межмышечная координация, как сработала. Всегда усилия при развитии мышц нахлёстываются друг на друга. А вот здесь дельтовидная брошена. Вот здесь получилась пауза. По идее, мы должны или дельтовидную развить, и моду ее убрать в правую сторону, увеличить, чтобы она перехлестнулась трехглавой. Или, наоборот, тогда трехглавую развивать, чтобы... Но сейчас она в межмышечной координации не участвует, получается. Видно, да? Другие есть слайды. Я специально такой взял, потому что у других есть электромиограммы, где все нормально. Но они плывут, естественно, быстрее. Тогда у нас, когда мы замерили по времени, сколько она работает, то мы увидели дельтовидные 0,12 секунды, трехглавые 0,6 секунды, и большая грудная участвует 0,36 секунды, широчайшие мышцы спины 0,4 секунды, и пронос опять дельтовидный 0,45 секунды. Мы попробовали что сделать? Мы знаем, ну, например, Гречин был один из первых, кто начал использовать. Я говорю, сколько ты на полтиннике делаешь грибков? 30. Ну, когда на скорость 2 метра в секунду, к примеру. 30 грибков, мы 30 умножили на 0,12, да, у нас получилось время выполнения упражнений, одноразовое воздействие, да, также с трехглавой, вот, также со всеми мышцами. У нас получилось, чтобы для полтинника сделать специальную силовую подготовку, мы определили количество выполняемых упражнений, а по воздействию мы знаем, что вначале дельтовидную, да, потом трехглавую, потом большую грудную, и мы попробовали это вот сделать. Вот, пожалуйста, количество циклов 30, общее время работы дельтовидной 3,6, треуглавые одноразовое воздействие 18 секунд, большая грудная 10,8, широчайшие 12 секунд, дельтовидная 13,5, ну, в проносе участвует. Естественно, примерно мы знаем темп выполнения упражнений, ну, с отягощением, да, к примеру, мы можем посчитать, то есть 3,6 секунд, это 6,8 движений, к примеру, 12,18 секунд, 12,15 повторений два раза, потому что, ну, 20 движений, в принципе, не делается скорость силовой, ну, не, как бы, не всегда делается. Большая грудная 12,15 повторений, широчайшие 15, да, и дельтовидные 15 повторений. Это один круг. Естественно, мы таких серий начали с одного, с одной серии, потом, когда освоили, естественно, освоили, обучили всем упражнениями, запомнили, стали делать 2-3 серии. А мы знаем, одна серия, это мощность развивается, если вы количество серий увеличиваете, вы наполняете еще емкость, развиваете, в данном случае, для данного физического качества. Ну, естественно, нами были выбраны для такого использования тренажеры Кинезис, которые, ну, они очень удобны, особенно для плавания. Вот. И имеется данная фирма, которая изготавляет это, представляет великолепный софт. Это видеоматериал, где вы выбираете мышцу, например, дельтовидные, и он вам дает во всех положениях правильное выполнение упражнения на этом тренажере видеоролик. И, естественно, мы знаем упражнения, мы просто подобрали более удобные. Но я вам хочу сказать, я понимаю, это Кинезис, дорогие вещи, но это элементарно заменяется маленькими гантелями различных весов, да, и той же резинкой, про которую Виталий Анатольевич говорил, которая у всех пловцов есть, и они делают правильно, да. Мы, естественно, нам главное знать правильное положение и правильное выполнение упражнений именно для этой мышцы. Вот на примере, как бы, дельтовидной мышцы, я взял три примера, три кадра. Вот посмотрите, вот при таком положении работает дельтовидная, но если я выпрямлю туловище, да, и буду выполнять это же движение, будут работать грудные мышцы. Поэтому мы всегда должны понимать, какое исходное положение и условия выполнения. Вот смотрите, всегда все упражнения, смотрите, общий центр массы спортсмена всегда находится между стоп, то есть в правильном положении. Да, центр массы в области расположения стоп. Но иногда наши спортсмены выводят из обеда сустав назад и выполняют. Ну, это нарушение, это, естественно, неправильное техническое выполнение. Всегда этого надо. Стремитесь вначале его все-таки научить спортсмена правильно. Да, вы потратите, может быть, неделю. Но условия выполнения вот всегда должны соблюдать. Ну, и круговое движение одной рукой, также это упражнение для развития дельтовидной мышцы. Вот о чем я говорил, да, что в данном случае синтез тренировочных средств, вот при использовании в данном случае кинезис тренажера, да, мы их сочетали один раз, ну, это три раза в неделю, один раз с вассоргометром, или вот у нас есть там французский, да, тренажер грибные, и один раз делали с прыжковой работой. Я уже говорил, начинали мы с 60 прыжков, и там к концу сбора уже доводили до 100-120 прыжков. Это нормально, никаких болевых синдромов, то есть жалоб к врачу не было. То есть, когда говорят, что много, нет, на самом деле в неделю прибавлять ну, по 10 прыжков ничего такого сверхъестественного. Пример. Это пример схемы, вот, исходное упражнение для дельтовидной мышцы 6-8 раз, 2-3 серии. Исходное положение скольжения в воде, прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Ну, исходное положение скольжения в воде, понятно, да, вытянутое положение, руки вверху, и он совершает прыжки. Тоже через высоту 20-30 сантиметров. И так же самое справа вы видите упражнение для дельтовидной мышцы, где сочетается уже выполнение грибковых движений на эргометре. Режим 1 минута, работа по 40 секунд 2-3 раза. Контроль за мощностью. Естественно, контроль за мощностью, чем удобно, когда они проводят измерение гидродинамики, там есть тотальная механическая мощность, которую она развивает. Например, развивает 200 ватт. Мы, естественно, берем 70% от этого, получается 140 ватт. И вы знаете, у вас эргометра внизу есть такой показатель, который обратную связь имеет, там вата есть. И вот как спидометр, он должен это и держать. Не просто грести, да, грибанул и поехал. Вы помните, технология использования подвижной площадки, когда она не должна приходить в конечное на заднее положение. То есть, он всегда, там резинки есть, и вот эти резинки, он всегда должен быть в натянутом положении. Тогда это правильное условие выполнения. А если он не успевает с такой мощностью, понятно, что ему неправильно подобраны задания. они иногда сделают грибок, тележка упала, уехала назад, ударилась опять. Это неправильно. И любые упражнения, особенно в плавании, я постоянно говорю спортсменам, если вас взять как резинку, вот так натянуть, то вы должны вот здесь и работать. Нельзя, чтобы резинка была пустой. Они бывают, сделают грибок, да, и скользят. Уже давно все, и ускорение упали, а он потом. Всегда должно быть все равно всегда присутствие вот этого варианта, ну, сам простой резинку натянул, он показал, вот, вы должны здесь всегда быть в таком положении. Развитие выносливости плавца. Следующая сторона нашей подготовки, да, общая выносливость отражает способность плавца выполнять работу невысокой мощности на средних и длинных дистанциях. В этих слоях работа может характеризовать прежде всего ровную возможность практикать за счет расчленения химических соединений с участием кислорода. В воде общая выносливость воспитывает и поддерживается проплыванием с небольшой мощностью дистанции от 400 до 1500 метров и более. Это мы говорим об общей выносливости. Специальная выносливость отражает способность плавца проявлять мощные усилия большей мощности на тренировках и соревнованиях. Работа плавца выполняется здесь с участием анаэробных возможностей. Анаэробная возможность характеризуется величиной кислородного долга, который у плавца достигает 14-15 литров. При плаву с максимальной скоростью на 50 и 100 метров работа протекает в основном за счет анаэробных процессов, а при плаву на более длинной дистанции с большей долей аэробных. Это все мы помним из учебников. Следующая сторона нашей подготовленности техническая. Техническая подготовленность плавца характеризуется степенью реализации спортсменов последовательности движений, присущей конкретному способу плавания в соревновательном упражнении и способствует достижению высокого спортивного результата. Вот что мы понимаем под технической подготовленностью. И естественно она характеризуется стабильностью, экономичностью, эффективностью, вариативностью. На самом деле мы всегда должны при развитии каких-то качеств мы должны иметь конкретную или батарею тестов, или отдельно взятый тест, но мы должны все постоянно следить, оценивать. То есть когда вы при планировании вы обязательно должны, если вы развиваете скорость силовую, у вас должен быть запланирован тест по контролю, что вы с этим сделаете. То есть оценка какая-то обязательно должна быть. В данном случае техническая подготовленность мы естественно оценим с помощью методики видеоанализа, с участием естественно с оценкой внутрицикловых скоростей. Как пример вот мы видим способ брас вот оно колебательное движение мы видим что как оно сочетается в данном случае можно сказать что спортсмен нам проплыл техникой 50 метров брасом потому что отсутствует внутри цикла фаза скольжения если мы возьмем на 200 метров то мы увидим там есть от ног идет фаза скольжения потом добавляются руки и кривая совсем имеет другую форму ну вот это как бы это для информации да это как разделить увидеть один цикл ну на самом деле есть два варианта нам удобнее вот так от скольжения до скольжения оценить цикл а правильно считается от минимальной скорости до минимальной это вот эти мы видели как их кривая да но мне вот удобнее вот так потому что спортсмен попадает в воду в положение скольжения и начинает от скольжения тогда им более понятно как проходить вот эту точку максимального западения особенно вот в барасе мы помним да когда вытаскиваются руки одновременно сгибаются ноги это самая точка и здесь вот мы видим с вами позиции первой скольжения позиции вторая грибок руками позиция третья выведение рук вперед с одновременным сгибом немного четвертая позиция удар ногами и пятая позиция опять скольжение и они на графике здесь выделены чтобы в данном случае спортсмены уже намного грамотнее и они всегда говорят я сам борис видео не хочу смотреть хочу посмотреть график я просто поздравляю наших слушателей когда они учились в институте теперь применялся не позиция а задвижение позиция я привык по технически там везде позиция один ну да но это фаза движений вот как выглядит старт и так же это в брас ну мы сейчас взяли просто на примере браса вот так выглядит кривая старта это первая это точка входа в воду где развивается максимальная скорость да вторая это фаза скольжения первого скольжения третья выполняется грибок руками сопровождающий дельфинообразным ударом ногами при этом скорость плавания находится в пределах 2.12 1.33 метра в секунду следующее положение четвертое фаза скольжения 2 ну сейчас разрешено понятно это вот была съемка когда было разрешено вы должны были удар грибок руками удар ногами сделать не разделяя их сейчас разрешено можно отдельно руками можно отдельно ногами да и там уже получается три скольжения вот на самом деле брасистам чем вы можете помочь на старте что контролировать ну особенно вот лучший старт это попробовать сокращать одно из скольжений они очень четко спортсмены воспринимают это когда я говорю давай ну то есть вот вошел в воду грибок руками удар ногами я говорю наполовину сократи скольжение выполни сразу движение рук ног и посмотреть что у вас происходит ну секундомер есть да вот эта игра сокращение временем скольжения в брасе она им им понятно спортсменам возьмите третье сокращение или наоборот сделайте второе короче третье скольжение более длинным вот этими скольжениями можно очень хорошо добиваться улучшения проплывания 15 метров отрезка ну со старта можно я два слова просто сделаю вот обещал скажу эффект быстрого старта выдающихся плотцов которые вы сейчас знаете заключается в участке снижения скорости значит по законам гидромеханики сопротивление плотца на участке снижения скорости на 30% меньше чем в горизонтальном стандартном плотном это действует дельта при соединенной массе воды если вы научите своего спортсмена ощущать эту дельту вы будете прыгать также как джинс и гидры и как раз сейчас последнее начинаем это вот то что в дальнейшем в следующем докладе будем видеть это одна из сторон подготовки с позиции внешнего дыхания когда нам удалось создать так называемый из статической формы механический генератор несчистотный перевести в динамическую форму то есть когда вы можете уже это устройство держать на голове да и использовать во время движения без разницы какого хоть на голове будете стоять там вращение генератора 360 градусов вот следующий докладчик он более подробно расскажет а я хочу ну вот вариант использования как бы продемонстрировать в чем смысл в чем эффект данного устройства нам проводилось исследование в условиях ну также газоанализ брали кровь вот это 5 ступенек работы по 2 минуты в условиях велоэргометра ну и когда спортсмен дышал через генератор да и мы сделали трехходовой клапан для газоанализатора который позволял нам брать с этой трубки из генератора тот воздух который спортсмен как бы выдает вот мы видим с вами работа вот синие это обычное условие это с генератором в данном случае обычное условие он 14 минут у него получилась работа с генератором больше 10 минут не получилось то есть он прошел по каждые 2 минуты была работа выполнялась то есть в данном случае и мы видим с вами там в обычных условиях максимально вентиляция всегда растет здесь она незначительно выросла тогда получается за счет чего же а работа он все таки 10 минут но терпит же вот как изменяется концентрация углекислого газа в выдыхаемом воздухе в обычных условиях она практически на одном уровне с синей полосой а в искусственно созданных условиях эта концентрация растет помним вентиляция не растет концентрация углекислого газа растет при этом ЧСС однонаправленная что с генератором что без генератора то есть практически одинаковые везде и вот коэффициент утилизации кислорода с искусственных условиях данный коэффициент очень высоко поднимается где-то разница порядка 19% понятно что затрудненный выдох да вот и здесь вентиляции как бы нет вот вам ответ почему же вентиляция не поднималась а человек мощность работы держал вот за счет утилизации кислорода и тогда мы когда был Красиков один из первых кто это вот был пример он у него была любимая всегда он проводил 8 по 200 всегда на всех сборах это его была вот первую неделю отплавли он провел тест это начально в конце последней недели он еще повторно и в данном случае он использовал эту трубку через тренировку это значит у нас раз два три четыре пять десять тренировок ну пять раз в неделю и на пульсе 21 22 и когда он провел эти тесты он мне говорит вот смотри где у нас пульс 21 и 22 ну в этой зоне вот и вот здесь вот получилось 132 мы где-то взяли он говорит вот это твоя трубка дала мне возможность спортсмену повысить скорость плавания это тест 8 по 200 он оценивал аэровный до уровня панно он дальше не лез и вот он говорит вот этот пульс твой на котором сработало это комарова вот на спине данная ее 2003 по-моему или второй год ну второй 2002 2003 год а это винограда у Кати дельфина то есть он говорит вот я тебе говорю что это мне помогло именно в аэробике на вот на этом пульсе поднять у них скорость на которую они тренировались с этим устройством у меня все вопросы то есть все то есть все и они у но они они ну они